Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Фарман Салманов прибыл в Югру. Расскажем, что собирается делать в регионе внук знаменитого югорского геолога. Пришлось поработать несколько часов. Волейболисты Югры Самотлора смогли в Покачах дать мастер-класс для всех желающих. Реализовать потенциал Югры в экстремальных видах спорта. В Югре планируют устраивать зимние заплывы. Обо всем подробнее прямо сейчас. Сегодня в Югру с рабочей поездкой прибыл замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев. Он побывал в поселке Пойковский Нефтьюганского района. Здесь прошла встреча с жителями финольных домов. В поселке это 34 двухэтажки. Всего в Югре их насчитывается 235. Их общая площадь 175 тысяч квадратных метров. Все дома собираются перевести в разряд аварийного жилья. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова говорила в время ежегодной пресс-конференции. По словам главы региона, для этого нужно в том числе привлечь средства федерального бюджета. Включить в адресный список на переселение и дать югорчанам новое безопасное жилье. Когда это произойдет, более 10 тысяч жителей округа смогут ускорить решение жилищного вопроса. Я думаю, что часть данной проблемы мы попробуем решить в рамках новой программы, которая стартовала по расселению ветхого аварийного жилья. Вы знаете, что Владимир Владимирович дал соответствующее поручение. Деньги в бюджете предусмотрены на новую программу, так называемую, после 2017 года, в которой дома будут признаны аварийным. Сейчас как раз у нас идет работа по подготовке соответствующих правил, соответствующих нормативных документов для решения данной проблемы. Поблагодарил югорчан за то, что чтят память о знаменитом предке. Округ посетил потомок Фармана Салманова, который является не только тезкой своего деда, но и внешне почти полная копия геолога-первопроходца, обнаружившего нефть в югре. Салманов-младший приехал в регион вместе с азербайджанскими телевизионщиками. Они готовят к выпуску документальный фильм о знаменитом геолого-разведчике. В этом году ему могло исполниться 90 лет. За свою жизнь Фарман Курбанович был трижды женат. У него четверо детей и шесть внуков. Никто в семье не пошел по его стопам. Например, внук, приехавший в Югру, получил высшее экономическое образование. Вспоминает, что дед всегда интересовался его успехами в учебе. Мой дед Фарман Курбанович был очень трудолюбивым человеком и любил свою работу. И мы всей семьей унаследовали этот характер у дедушки. И, в принципе, он всегда нам, когда с нами общался, так по телефону и так в реальной жизни, когда мы общались, он всегда говорил, что добивайтесь все своим трудом. Всегда первый вопрос был, как идет твоя учеба, как учишься, какие оценки. В Югру съемочная группа из Баку прилетела несколько дней назад. Телевизионщики побывали в доме музея на улице Терешковой в Сургуте, где когда-то жил геолог. Ну а сегодня приехали в Ханты-Мансийск, где посетили музей геологии нефти и газа. Здесь хранится большая коллекция черного золота, к ней даже можно прикоснуться. Младший Салманов повторил традицию своего именитого деда, умылся нефтью. Умывание нефти, как настоящий салам. Сегодня нам удалось привезти сюда, пригласить младшего фармана Салманова. А еще мы сейчас планируем в Москве встречу Салманова с другими внуками. Это тоже интересно. Они первый раз в жизни друг друга увидят. Фильм мы сделаем в двух языках, и на азербайджанском, и на русском. Потому что фарма Салманова – это общий герой. Сегодня движение по мосту через Зопь в районе Сургута было затруднено из-за многокилометровой пробки. По словам очевидцев, затор в длину превышал 20 километров. Виной тому стала автоавария. Как сообщили в пресс-службе окружной полиции, ДТП с участием трех автомобилей произошло на 50-м километре автодороги Сургут-Нефтьюганск, не доезжая до Вантового моста. По предварительным данным, водитель Рено двигался со стороны Нефтьюганска в Сургут. Он объезжал справа препятствия на дороге, когда машина сорвалась в занос. После этого он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым МАЗом. В результате столкновения иномарку отбросил на проезжающую в попутном направлении Ладу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Рено и его пассажир получили травмы различной степени. На автомобиле скорой медицинской помощи они были доставлены в больницу. В Октябрьском районе в эти выходные в ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба окружного ГИБДД. Это произошло на дороге Нягань-Таллинка ранним утром в субботу. По предварительным данным, водитель тягача Вольво, выполняя обгон и возвращаясь на свою полосу, задел попутную Ниву, которую в свою очередь отбросило на Фольксваген. Водитель немецкой машины и его пассажир погибли на месте. Еще один пассажир получил травмы. Всего же за выходные на дорогах Югры зарегистрировали 10 ДТП, в которых пострадали 17 человек, в том числе один несовершеннолетний пассажир. В состоянии опьянения выявлено 17 водителей. Отказались от мета-свидетельствования еще столько же. 10 человек сели пьяными за руль не в первый раз. За выезд на встречку к ответственности привлекли 48 водителей. 38 пренебрегли правилами перевозки детей. Волейболисты Югры Самотлора воспользовались паузой в чемпионате и в полном составе побывали в Покачах. В самом маленьком городе Югры живет всего 18 тысяч человек, а дома не выше пяти этажей. Зато спортивные объекты в Покачах отличные. Югру Самотлор и Покачевскую волейбольную школу связывают давняя дружба и сотрудничество. Самотлорские тренеры с удовольствием помогают своим коллегам, а юные покачевские волейболисты тренируются в Нижнюю Вардовске и выступают за командой клуба. В спорткомплексе «Нефтяник» игроки Югры Самотлора провели несколько мастер-классов для юных спортсменов, а также для сборной Покачи. Подробности узнаем у Алексея Шабано. Белорус Максим Шкредов присоединился к Югре Самотлору совсем недавно. Сибирские морозы и маленькие нефтяные городки для него пока в диковинку. Тем более удивила его и команду встреча в Покачах. Желающих поучиться оказалось так много, что игрокам пришлось задержаться в зале на несколько часов и прерываться только на пятиминутный отдых. Когда был ребенком, было очень интересно, когда приходили старшие и показывали что-то. Поэтому и самому сейчас интересно показывать детям какие-то мастер-классы, чтобы заинтересовывать их, чтобы было больше желающих играть в волейбол. Нижневартовск и Покачи связывают давнее сотрудничество. И хотя у Самотлора отличная собственная школа, которую знают далеко за пределами России, здесь всегда рады принять в свои ряды талантливых новичков. Сейчас в командах разных возрастов тренируются три волейболиста из Покачей. Мы сотрудничаем уже на протяжении, наверное, 15 лет точно. Передаем игроков еще в юношеском возрасте, где они доходят уже в вашем волейбольном клубе и выступают за волейбольный клуб. Каждый из шести мастер-классов длится около часа. Это, конечно, очень мало, но иначе было бы не поработать со всеми желающими. Сейчас в Покачах волейболом занимаются 150 человек. Восторг из игрового зала переместился в чаты городка. Юные спортсмены есть почти в каждой семье. Все-таки не каждый день приезжают команды одной из самых лучших лиг мира. Вдохновило глаза детей, когда они видят игроков в Суперлиге, когда игрок подсказывает ему выполнение элемента, поддержку от игрока в Суперлиге. То есть я думаю, это пойдет с пользой, и эта энергия вернется к нашим игрокам детей. В ближайшее время в Покачах должны открыть новый многофункциональный комплекс. Он соответствует всем современным стандартам и вмещает до 300 зрителей. Югре Самотлуров в грядущую субботу предстоит ответный матч. В Нижневартовск приедет действующий чемпион Суперлиги Московская Динамо. Болеть за нашу команду на трибунах будут и юные волейболисты из Покачей. Алексей Шабанов, телерадиокомпания Югра, Покачи. В Югре создадут базу данных одаренных юных спортсменов. О перспективах развития физической культуры говорили сегодня на тематическом круглом столе в окружной думе. Сейчас подающие большие надежды спортсменов находят на соревнованиях разного уровня. За год в Югре проходит около 400 турниров. 250 из них для детей и подростков. Охват более 35 тысяч человек. По итогам соревнований проходит отбор как в специализированные школы спортивной подготовки, так и в сборные команды округа. Тех, кто показывает хорошие результаты, тестируют на программном комплексе «Стань чемпионом». Кроме того, в следующем году в Югре будет создана база данных одаренных спортсменов для их сопровождения и подготовки к профессиональной карьере. В юге теории протестировано 563 ребенка в возрасте от 5,5 до 12,5 лет. Из них выявлен 71 ребенок с наилучшей склонностью к занятиям различными видами спорта. Также в Центре спортивной подготовки сборной команды игры ведется аналитическая работа по итогам выступления спортсменов автономного округа на отборочных регионах и соревнованиях. В Сургутском районе стартовал зимний спортивный сезон. В рамках его открытия состоялся товарищеский хоккейный матч. На льду встретились школьники из Белого Яра и Солнечного. Подробности в сюжете моих коллег. После летнего перерыва спортсмены наконец-то смогли облачиться в форму и выйти на лед. Начало сезона хоккеисты ждали с нетерпением. По традиции открывая череду соревнований товарищеский матч. Корт нравится, лед залит, ну типа прям ровно, хорошо. Очень нравится то, что есть табло, потому что на нашем корте, на солнечном табла нету. Это очень удобно, не нужно следить за счетом именно нам. Красивая разметка на черте, но мне очень нравится. Этот корт в Белом Яру появился два десятка лет назад. Сначала была обычная хоккейная коробка. Спортсменам приходилось все время ориентироваться на погоду. Четыре года назад все изменилось. Здесь установили крышу. А саму площадку используют не только для игр, но и для проведения занятий по физкультуре зимой. И благодаря этому мы уже четвертый сезон катаемся вот под крышей. Но это не все те условия, которые бы мы хотели. Я думаю, что вот это должно было лет 20 назад было построено, а сейчас уже должен быть круглогодичный каток, дворец, чтобы мы могли конкурировать спокойно с дворцами. Каток в Белом Яру площадью почти в 2000 квадратных метров. Заливают его в октябре и ноябре, когда наступает холода. Главное требование, чтобы поверхность была равномерной. Как говорят специалисты, готовить лед к играм – процесс трудоемкий. В этом году работа заняла две с половиной недели. Есть особая технология, по которой идет заливка. Сразу не льется много, это не будет толку от этого. Потом дальше делается разметка. Это все идет очень технологично, последовательно. И при соблюдении определенного уровня температуры. Но в этом году перепады такие у нас температурные были, поэтому были некоторые проблемы. Но я думаю, что мы их решили. Товарищеский матч, который открывал хоккейный сезон, закончился победой белоярской команды – хозяев площадки. Впереди запланированы еще встречи школьников из других поселений. Всего же в районе 9 хоккейных кортов. В Ленторе, Федоровском, Нижнесартымском, Солнечном и других населенных пунктах. На конца года администрация Сургутского района намерена выкупить новый спортивный комплекс и расположенный рядом хоккейный корт у застройщика в Сытомино. В Ханты-Мансийске открыли выставку, посвященную 80-летию депортации немцев по Волжье в Сибирь. В середине прошлого столетия они были вынуждены покинуть западную часть нашей страны и переехать в Югуру. По словам краеведов, сейчас в округе проживают сотни тысяч потомков спецпереселенцев. Это уже третье поколение. Фамилии Гофман, Штробель, Штергер можно услышать и по сей день. Немцы смогли найти в Югре жилье, работу и обустроить свой быт. Именно предметы быта стали основой для выставки о спецпереселенцах. Здесь представлены самодельные плотницкие инструменты, одежда, письма, деньги и другие артефакты того времени. Большинство этих предметов передали в дар музеям Ханты-Мансийска, потомки немецких спецпереселенцев. Также часть экспонатов добыли в экспедициях на Поволжье. На подготовку выставки потребовалось около пяти лет, и это еще не конечный результат. Люди остались, остались жить, и их потомки остались жить. Я тоже из числа потомков, которые были выселены, отец был сослан. Ну а мы и мои дети, внуки живут, растут и здесь. Журналисты Югры отправили новогодние подарки детям сирийских коллег. Напомню, гуманитарный добровольческий корпус региона в очередной раз передал презенты в Донецкую и Сирийскую республики. Югорчане собрали более трех тысяч сладких наборов. Около 600 игрушек и сотню творческих подарков, рисунков и поделок. Накануне груз весом несколько тонн отправился в Донецк. Там добровольцы поздравят детей в поселке Зайцево и установят на центральной площади Донецка 7-метровую елку, украшенную игрушками и гирляндами. Другая половина собранных подарков отправится в Сирию самолетом и порадует детей военных и беженцев. Отмечу, что к новогодней акции присоединились югорские журналисты, отправив с добровольцами сладкие подарки и творческие наборы для детей сирийских репортеров. Мы будем делать ставку в первую очередь на тех, кто дети, ой, родители, извините, которых защищают на сегодняшний день Сирийскую Арабскую Республику, которые стоят на передовой в борьбе с терроризмом, силовикам, которые на самом деле, чтобы было понимание, получают зарплату в 70 долларов. Это порядка 5000 рублей. И несмотря на это, ценой жизни своей стоят на защите родины, стоят на защите своих семей. Поэтому я думаю, что эти дети тоже не должны быть обделены. В Югре собирают деньги на лечение мальчику. Четырехлетнему Егору Зайцеву в августе поставили страшный диагноз – опухоль ствола головного мозга. Опухоль неоперабельная. За лечение Егора не берется ни одна клиника России. Также помочь ребенку отказались в Германии и Испании. Единственный центр, где верят, что мальчика можно спасти, находится в Швейцарии. Операция и курс восстановительного лечения стоят 11 миллионов рублей. Неподъемная сумма для семьи Зайцевых. Действовать надо быстро, пока Егор чувствует себя нормально и ему разрешены перелеты. Подробнее в материале Екатерины Нефедовой. Наливаю бетон. Давай. Так, тебе надо с бетоном, да? Вот эти получаются? Да. Самый долгожданный ребенок. Валентина не могла забеременеть 10 лет. А когда, наконец, родился Егорка, мама с папой не могли нарадоваться. Спокойный, ласковый малыш. Ничего не предвещало беды. Ребенок развивался, как обычно. Единственное, что стали замечать, у него шаткость. В походке стал шататься, корпус такой у него более слабый стал. Косолапость появилась. То есть подумали, что именно у него по ортопедической части что-то. После физиотерапии, назначенной неврологом, Егору стало хуже. Было принято решение провести МРТ всего организма. Томография выявила опухоль в важнейшей части мозга, которая отвечает за дыхание и глотание. Для семьи Егора мир рухнул в момент получения результатов МРТ. Просто это настолько благожданный у нас ребенок, что для нас это просто вообще шок. Я не знаю, как с этим жить дальше. Я стараюсь, конечно, держаться, насколько это в моих силах. Осложняет ситуацию то, что опухоль неоперабельная. Она настолько вросла в ствол головного мозга, что не имеет четких границ. Поэтому ее невозможно вырезать. Однако швейцарские врачи нашли способ помочь мальчику. Опухоль в принципе неоперабельная. Нигде ее в мире не оперируют. Единственное, что сейчас у нас какой есть шанс, это взять биопсию со ствола, уже провести анализ и диагностику, посмотреть, на какой препарат будет эта опухоль чувствительно, чтобы уже подобрать дальнейшую терапию. Помимо опухоли у Егора диагностировали гидроцефалию. Чтобы убрать лишнюю жидкость из головного мозга, мальчику произвели шунтирование. После операции на когда-то жизнерадостного, веселого ребенка невозможно было смотреть без слез. У него вот эта гидроцефалия нарастала, и чтобы эту жидкость выгнать из мозга, ему поставили шунт, который выводит жидкость в брюшную полость. После того, когда ему шунт установили, он перестал ходить, практически не разговаривал. Валентина надеется, что опухоль в голове ее сына доброкачественная. Ведь после лучевой терапии мальчику стало лучше. И ехать в Швейцарию надо как можно быстрее, пока Егору разрешены долгие перелеты. А пока мама с папой собирают деньги на лечение, Егор мечтает просто поесть мороженого. Мороженое нельзя. Потому что дядя сказал, что нельзя. Нельзя мороженое? Когда выздорове будет можно. Отмечу, что семье Зайцевых требуется еще 8 миллионов для того, чтобы начать лечение. Это сумма без учета перелета и проживания в одной из самых дорогих стран мира. Помочь мальчику может каждый. Даже 200-300 рублей дарят надежду на выздоровление Егора. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания Югра, Сургут. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго. Теперь этот дом по адресу Ленина, 35, в городе Сургуте не узнать. Еще недавно это была обычная серая пятиэтажка с пришедшими в негодность межпанельными швами. Но сейчас ситуация в корне изменилась. Фасад радует глаз свежей краской, а межпанельные швы отремонтировали. Именно на этом доме произошло ремонт швов, утепление швов, замена профлиста на балконах, замена входных групп, также ремонт крылец. Ну, за результат можете посмотреть. В течение трех с половиной месяцев в этом доме проводился капитальный ремонт. Строители пришли сюда в августе, а в первых числах декабря работы уже были выполнены. Несмотря на проблемы подрядной организации, повышение цен на стройматериалы, работы выполнили качественно и в срок. Во время ремонта подрядчик обращал внимание и на мнение собственников. Жильцами тесно отрабатывали возможные замечания какие-то, пожелания. В рабочем порядке все отрабатывалось. Но они в чем молодцы? Вот, допустим, скажешь что-то, ой, вот тут бы вот так хотелось. Они переделают. Вот за это им тоже спасибо. Вот. А в основном, ну, это лично мое мнение, я довольна. Жильцы дома ремонтом довольны. Если раньше стены промерзали из-за старых межпанельных швов и в квартирах было некомфортно находиться, то теперь дефекты устранили. Радует жильцов и обновленный фасад дома. Ну, а как же, вот мы уже заходим в квартал, да, уже красивенько. Вот как бы, когда идем, допустим, на какое-то мероприятие, да, мы же одеваемся красиво. Когда ребенок получит пятерку, я сюда внучке говорю, ой, пятерку получила, какие там у тебя крылья выросли за спиной. Так и здесь уже заходишь, уже красиво. Уже ты ощущаешь себя каким-то вот, ну, другое ощущение души, настроение. А как же, конечно. Все законченные работы комиссия приняла. При этом необходимо помнить, что на все выполненные работы подрядчик дает гарантию – пять лет. Если за это время будут обнаружены недостатки, подрядчик устранит их за свой счет.